Информационная программа новости 24 продолжает эфир телеканала ННТ в студии Хадижа Курбанова и сразу о главных событиях уходящего дня. Кванториум, первый в Дагестане технопарк. База для реализации инновационных проектов теперь функционирует в Махачкале. Этническое оружие с гравировкой старинных мастеров в руках потомственного реставратора Шапи Курбанова. Старинные изделия становятся обновленными. Иностранные участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 делятся впечатлениями о проведенных в Дагестане днях. О том, что запомнилось участникам фестиваля, сегодня в выпуске. Первый в Дагестане детский технопарк Кванториум открылся в Махачкале. Торжественное открытие состоялось сегодня на базе Малой Академии Наук Республики. В технопарке будут обучаться порядка 800 детей по различным IT-направлениям. Подробности об этом в сюжете Зумруд Гамидовой. Удивительный мир познавательных проектов продемонстрировали сегодня юные изобретатели. Технопарк не успел распахнуть свои двери, а дети уже вовсю творят, изобретают и показывают свои работы. Биоинженерия, беспилотная авиация, робототехника, решение задач по этим и другим направлениям здесь станет для ребят действительно увлекательным занятием. Расулу Хайбулаеву всего 13, но с раннего возраста мальчик увлекается разработкой аэроквантума. Это как бы наш контроллер, отсюда мы будем видеть все, что видит коптер через камеру. Здесь мы можем включать наш GPS-трекер и можем выяснять, где наш квадрокоптер находится. Сколько времени у тебя выделает? Не знаю, часа два, наверное, или более. Среди проектов были мобильные приложения, обучающие, развивающие игры, роботы-помощники, нейропаромы и многое другое. Кванториум снабжен современной мебелью, высокотехнологичным оборудованием, уникальным программным обеспечением для проведения научных экспериментов. Учащиеся смогут разрабатывать и воплощать в жизнь собственные проекты в хард- и софт-компетенциях. По мнению временно исполняющего обязанности премьер-министра республики Абдусамада Гамидова, технопарк позволит детям получить качественное образование в самых востребованных областях науки и передовых технологий, а также овладеть базовыми навыками специальностей, которые сегодня занимают лидирующие позиции. Раньше мы развивали танцы, спорт, какие-то кружки, но мир на месте не стоит, сейчас современные технологии, поэтому мы должны дать детям возможность, чтобы с детства они научились всем передовым технологиям. Здесь такие условия созданы. Председатель правительства республики на себе испытал качество представленной техники. Данная камера, она снимает 360 градусов, то есть мир вокруг нас, мы можем спокойно, допустим, снять прогулку в Ардебельской крепости и в любой точке Земли посмотреть. В технопарке все адаптировано для того, чтобы исследовательская среда была доступной. Дети смогут получить практические навыки в сфере высоких технологий, физики, математики и проектирования. Напомним, Кванториум – это новая модель системы дополнительного образования. Его цель – подготовка будущих инноваторов и инженерных кадров России. Зумруд Гамидова, Гилач Курбаналиев, телеканал ННТ, Махачкала. На площадке Риадагестан состоялась пресс-конференция участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017. В этом году форум имеет обширную географию. Кроме Сочи, мероприятия молодежного саммита проходят еще в 16 российских городах, в числе которых и столицы Дагестана. Региональная программа фестиваля впервые проходит в Дагестане и в еще 14 регионах России. Молодежь со всего мира знакомится с культурой и традициями субъектов страны – от Сочи до Владивостока. Я отдал предпочтение Дагестану при выборе регионов в большей мере, потому что это Исламская республика. Отправившись сюда, я ничуть не пожалел о своем выборе. Нас прекрасно приняли, и я счастлив здесь находиться. Напомним, что в Дагестан прибыли 49 зарубежных участников из 33 стран мира. Иностранные участники фестиваля посетили Дербент, Песчаную гору Сарыку и Сулакский каньон. За три дня они прошли насыщенную развлекательную программу, делясь впечатлениями ребята. Но больше всего, наверное, меня потрясли люди, ваша культура, ваше гостеприимство, потому что я еще до этого не была знакома с народом Кавказа, с вашими традициями и вообще поведением. Эти люди, вы очень гостеприимные. Я, наверное, такого еще никогда в жизни не встречала. Вскоре делегация вылетит в Сочи, где проходит основная программа фестиваля. Там гостей ждут культурные и научные мероприятия. Популярность дагестанского холодного оружия в странах СНГ и за рубежом набирает обороты. Особенно востребовано оказывается восстановление холодного оружия, оставшегося от далеких предков. Шапик Урбанов, потомственный реставратор, отдал этому делу немало лет жизни. О том, как кинжалы и рукояти, ножи и сабли 18-х и 19-х веков обретают первозданный лоск, расскажет Ларьяна Шамхалаева. Меняются времена, но на узорах кавказских кинжалов, по словам оружейников, заключена история народа. Потомственный реставратор Шапик Урбанов тщательно восстанавливает оружие горцев. Больше всего заказов дагестанскому мастеру поступают из Санкт-Петербурга и Москвы. Популярность его растет и в других странах СНГ. Однако реставратор берет не каждый клинок. Если это, например, дилер, который перепродает, им я стараюсь, в принципе, реставрацию не делать по определенным единическим соображениям. Почему? Потому что дилерам нужно, во-первых, чтобы это было все очень дешево сделано. Во-вторых, они иногда хотят, чтобы предмет был особо ценным, стал вдруг. А я этого не делаю, поэтому я стараюсь брать только работы из частных коллекций, серьезных коллекционеров. Вот этот кинжал – аварского мастера, и датирован он 19 веком. Выполнен кинжал полностью из серебра и даже имеет под кинжальный ножичек. Важно не только обновить стальной клинок, но и заменить ножны, которые делают строго из липы. Как правило, в дереве появляется грибок, из-за которого оружие ржавеет. Чтобы знать такие тонкости, каждому начинающему реставратору Шапи Курбанов в начале пути все же советуют иметь наставника, на которого стоит равняться. Знания я получил от своего деда. Это был мой наставник. У меня есть еще один наставник. Это человек, ее зовут Эмма Григорьевна, фамилия Асфа Сатурян, это очень известная фамилия. Она написала несколько книг про кавказское оружие. Мы с ней дружим. В свободное от работы время мастер занимается лепкой из пластилина и пишет картины маслом. Именно так, ожидая новые необычные заказы, он набирается сил и черпает вдохновение. Ларьяна Шимхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. В селении Магар Чародинского района состоялся маджлиз ученых-богословов, посвященный 220-летию со дня рождения великого имама Шамиля. В богоугодном мероприятии собрались сотни верующих со всех уголков района. Перед собравшимися выступали исполняющие обязанности муфти Республики Дагестан Абдулла Аджамалаев, полпредмуфтиатр Республики Дагестан в горном территориальном округе Хасан Магомедов, имамы и религиозные деятели. В своих проповедях они вспоминали историю из жизни великого имама Шамиля, говорили о его духовном наследии. Отмечалось, что имам Шамиль был любимцем Аллаха, очень высокого уровня духовным наставником и человеком, которого Всевышний одарил ясным умом. В учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Дагестан прошел обучающий семинар по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы на национальном и местном уровнях. Семинар проводили специалисты в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Ожидаемым результатом реализации СРП является существенное снижение риска бедствий и сокращение потерь. Организаторы мероприятия проведут подобные выездные занятия в городах Республики. По окончании обучения участники семинара получат свидетельство государственного образца, повышение квалификации, а также свидетельство участника семинара ООН. Теоретическая часть и практические занятия во второй половине дня, которые предусматривали поиск решений по снижению уровня риска по ключевым рискам тех городов и муниципальных образований, представители которых здесь сегодня были. Очень интересное познавательное мероприятие и работа, которое помогло повысить уровень подготовленности, осведомленности профильных специалистов по защите населения и территорий. Пять медалей высшей пробы в копилку команды из Дагестана принесли бойцы смешанных единоборств на соревнованиях Подмосковья. Там в городе Люберце состоялся чемпионат и первенство федерации ММА России. Поединки проходили во дворце спорта «Триумф». Свою силу и мастерство демонстрировали около 300 спортсменов, представители 10 субъектов страны. По итогам состязания Дагестан завоевал первое общекомандное место. В некоторых из финалов наши атлеты встречались между собой. Так, в лучшем весе до 60 килограммов стал Басир Саралиев, в финале победивший своего земляка Аллахверди Камалова. Турнир стал отборочным этапом к мировому первенству. Эти соревнования пройдут в Бахрейне в ноябре. И в завершении выпуска курс валют на завтра. Доллар составляет 57,33 рубля, евро 67,45 рубля. А на этом у нас все. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»